вы на канале готовим просто вкусно быстро сегодня хочу предложить вашему вниманию меню на день для стола номер пять сразу скажу что данную диету назначать при проблемах с печенью желчным пузырем и желчеводящими путями печени но стол номер пять также не знаю почему назначать и при гастрите гастродоунит и корид их хотя все эти заболевания относятся к диете номер один или два мои рецепты даны для тех у кого проблемы желудком гастрит гастродоунит ингредиент можно менять зависимости от того как реагирует ваш организм на те или иные продукты у меня на канале есть другие рецепты данной диеты ссылка под видео там же данные ингредиенты начну завтраком готовить буду белковый омлет с тыквенным пюре для его приготовления нам потребуется тыква я нарезаю небольшими дольками 2 яйца молоко тыков ставлю варить добавляю по вкусу соль и сахар накрываю крышкой и варю до готовности белки отделяет желтков взбиваю добавляю сюда молоко и все хорошо убиваю немного соли можно приготовить омлет на пару или запечь духовке я буду готовить на плите мылевая подготовленный смесь на хорошо разогретую сковороду без масла нагрев убавляю до минимума накрывая крышкой тыква сварилась разминаю и вот такой тыквенный пюре получилось готовый омлет выкладываем тарелку пире выкладываем на серединку омлета сворачиваю его все готово можно есть пюре к омлету приготовить из яблок или моркови тоже будет вкусно вторым блюдом вот яблоки запеченные с творогом приготовить его можно на второй завтрак или на полник для приготовления этого блюда выбирайте сладкие сорта яблок яблоко мою разрезаю пополам удаляя сердцевину и часть мякоти она нам еще пригодится яблоки пока уберу приготовлю начинку миску кладу творог берите жирностью до пяти процентов добавляю сметану щепотку сахара перемешиваю натираю сюда мякоть яблоком можно использовать не всю и немного моркови все перемешиваю подготовленная начинкой заполняй половинки яблока кладу на противень и ставлю в разогретую до 230 градусов духовку на 30 минут время и температуру смотрите по своей духовке готовы яблоки достаю выкладываем тарелку одну половинку можно сесть на второй завтрак а второе оставить на перекус очень вкусный десерт рекомендую его даже тем кто не придерживаться данной диеты на обед я буду готовить на 1 суп пюре тыквенный на 2 без строганов с цветной капустой суп пюре тыквенный вкус такого супа полностью зависит от сорта тыквы у меня получился немного сладковатым но все равно очень вкусным для его приготовления я возьму лук морковь и тыкву их я нарезал небольшими дольками но может порезать крупно кладу в кастрюлю сливочное масло если кому-то очень противопоказано то просто все овощи сразу добавляйте воду и варите кладу сюда морковь и лук овощи слегка обжариваем постоянно помешивая в течение одной минуты наливаю сюда два с половиной стакана воды выкладывать тыквы и даю овощам закипеть когда низки 5 солю и варить до готовности снимаю с плиты сбиваю блендером ставлю суп на плиту вливаю сливки и постоянно помешиваю даю супу закипеть но не кипячу снимаю с плиты дай ему немного настояться теперь его можно есть получил суп как я говорил вначале немного сладковатый с насыщенным сливочным вкусом вот тыкву не ем а суп очень нравится без троган в молочном соусе затворного мяса в качестве мяса у меня филе куриной грудки можно взять отварную телятину корольчатину или индейку на гоню у меня будет цветная капуста я предварительно подержал ее в подсольных воде затем разобрала на маленькие качанчики кладу капусту кипящую подсоленную воду и варю до готовности примерно 10-15 минут отварное филе куриной грудки нарезаю соломкой пока уберу приготовлю соус для этого беру подсушенную муку и развожу ее молоком хорошо перемешиваю чтобы не был комочков можно взять нежирные сливки еще нам потребуется вареный морковь ее я натёрла на мелкой терке продукты подготовил кладу в кастрюлю мясо морковь и заливаем все подготовленным соусом варю его на среднем огне примерно 5-10 минут периодически помешивая солю без троганов приготовился капуста сварилась выкладываю на тарелку капусту затем без троганов поливаю гарнир соусом можно посыпать зеленью укропа все можно есть на ужин я буду готовить рыбу запеченную с овощами для этого блюда желательно используют рыбы нежирных сортов из семейства тресковых ментая пикша треска навага вот последний и буду готовить мне нравится эта рыба из ее и котлет вкусный получается нам потребуется следующие продукты рыба я раздел ее на филе и сняла кожу лук мелко нарезала морковь натерла на мелкой терке кабачки нарезала кубиками и цветной капусту я ее разбрала на мелкие качанчики сметана нежирные и не кислые я немного развела ее молоко и зелень укропа беру форму для запекания смазываю ее немного подсолнечным маслом кладу лук морковь все разравниваю и поливая сметаны немного солю морковь кладу цветную капусту ее и кабачки можно предварительно отварить для полуготовности тогда я время приготовления сократится немного солю поливая сметаны на капусту выкладываю рыбу тоже и немного солю хорошо смазываю сметаной последним слоем выкладываю кабачки я использую свежемороженое тоже немного солю и поливаю сметаной посыпаю укропом накрывая фольгой и ставлю в разогретую духовку до 220 градусов на 30 минут если вы овощи предварительно отварили то время запекания сократится смотрите по своей духовке готовую рыбу достаю выкладываем тарелку посыпая оставшимся укропом все можно есть кстати рыб может запечь с луком и морковью а гарнир отварить отдельно например приготовить картофельное пюре овощи приготовились и рыбы получилось не запеченные а как правая повторюсь все же даже диетическая еда может быть вкусной главное правильно приготовить вот такую меню наде у меня сегодня получилось подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые вкусные рецепты если вам понравилось данное видео то не забудьте поделиться им соц сетях спасибо что смотрите меня всего доброго до свидания и и